Всем привет, мои дорогие! С вами Кононова Аня и заказ, который нечаянно я забыла доснять. Ну, во-первых, это была вип-новинка. Это новинка на моем канале. Минеральная вода с морскими водорослями океану. Значит, она идеально подходит для экспресс-ухода за кожей лица, тела и даже за волосами. Мгновенно увлажняет, освежает, успокаивает кожу, обеспечивает антиоксидантную защиту и способствует визуальному преображению кожи. Это экспресс-увлажнение, распыляет на лицо, тело и волосы. Можно использовать перед нанесением крема, маски, сыворотки и в любой ситуации. На море, в самолете, в машине, в офисе, после занятий спортом или, ну, вообще по желанию. Вот захотелось освежиться, побрызгались. Артикул у нее идет 0947, она идет 100 мл. Страна производства России, серия Океанум. Это спрей, водичка, которая очень вкусно пахнет. Ее можно наносить под макияж. Под маску и так далее. В качестве средств после бритья тоже можно. Нанести поверх глиняной маски, чтобы усилить действие глиняной масочки. И нанести на кожу перед использованием масел, чтобы усилить эффективность масел, впитываемость масел. Такой вот незаменимый мист, минеральная вода с морскими водорослями. У нее очень приятный запах, как и у всей линейки Океанум. Мне она безумно понравилась. Вот мои ощущения. Вот я нанесла и чувствую такой, знаете, приятный холодок, перемешку с таким еле уловимым парфюмерным ароматом, который мне, в принципе, у Океанум нравился всегда. Поэтому я довольна. Я сейчас как наношу, да, нанесла на волосы. Волосы не склеиваются. Такие же рассыпчатые, классные остаются. Вот это, конечно, плюс. Нанесла на шею декольте. Прям чувствуется, да, вот этот холодок, вот это увлажнение. Нанесла перед масками. И, правда, такое ощущение создалось, как будто лучше кремы работают. Ну, может быть, это, конечно, и самовнушение, да. То есть вы видите, что она полностью у меня идет новенькая, да. Я ее практически не израсходовала. Я ее нанесла, ну, раз 6-8 на себя, да. И вот видите, докуда вот оно израсходовалось. Также тут она содержит белотехнологический комплекс из редкой будрой водорослей. Аквафтори. Это полуостров Британь во Франции. И органических морских минералов Купрум, Цинк и Магний. Защищает молодые клетки от токсичного сигнала стареющих клеток. Активизирует производство энергии. Стимулирует синтез коллагена. Пробуждает усталую кожу и запускает импульсы молодости. Ну, что ж, будем пользоваться, смотреть, как оно. Вроде бы после него нет никакого липкого эффекта. Ничего, это просто ухаживающая водичка. Далее пинцет. Ну, знаете, обычный пинцетик. Ничего такого прям суперского. Это уже не новинка моего канала. Артикул получается 95,76. Размер 90 на 8 мм. Очень нравится, что он идет в чехольчике. Чехольчик не закрывается, может выпасть и так далее. Ну, очень хорошенький пинцет. Последний свой пинцет я опять где-то потеряла в какой-то из поездок. Может в поезде, может еще где-то, не знаю. Далее заказала себе вот такие в этот раз пащи океаном. С 70% скидкой. Очень нравится гидрогелевая паща для кожи вокруг глаз. Действительно глазки молодеют, выравниваются. Действительно все здорово и классно. Артикул 09,46 держится хорошо. Они возвращают свежий отдохнувший вид, взгляду, молодость, привлекательность. Компоненты в составе эффективно питают, увлажняют, предотвращают преждевременное появление морщин. Я их клею куда угодно и на лоб, и на щеки. Не только под глаза. Вот артикул 09,46. Их тут 60 штучек. Единственное, что вы должны про них знать, если вы их заказываете. Тем более, они не такие уж и дешевые. Если брать их не как випу с 70% скидкой, а как обычному покупателю, у которого нет вот этой вот вип скидочки. Обязательно, обязательно понимайте, что у них срок годности открытый всего полтора месяца. Далее, вот такой вот бьюти бокс я заказала. Его я вам уже показывала. Артикул говорить бесполезно. Это в разделе для серебряных вип консультантов. Хочу такие боксы начать дарить на своей страничке инстаграм. Поэтому тот, кто не подписан на мою страничку инстаграм, обязательно подписывайтесь. Буду очень-очень рада вас там видеть и приветствовать. Вот такое вот большое зеркало. И вот получается так вот он раскладывается. Такие вот штучки для хранения. Зеркало закрывается. И закрывается сам бьюти кейс. Очень красиво. Очень так представительно. Сам бьюти кейс просто красавчик. Поэтому будут такие вот бьюти кейсы чем-то наполнять и разыгрывать. Далее такие вот тапочки. Хорошенькие, мягонькие, суперские. Тоже впервые у меня на канале. Заказала просто, знаете, попробовать по одной штучке. И могу сказать, что я довольна. Они мягкие и клевые. Размер 36-37. Вот такие вот синие. Артикул 886-122. Их долго-долго не было в наличии. А потом я смотрю, они в наличии появились. Думаю, дай закажу. Ну, посмотрим, как будут стираться. Если что-то не понравится, обязательно расскажу в пустых баночках. Но, как практика показывает, тапки классные. Хватает их надолго, хотя мы их стираем часто. Следующие тапочки с артикулом 886-125. В размере 36-37. Состав у них у обеих искусственный мех, текстиль. И стелька тоже искусственный мех. И подошва ТПР. Вот прям у обеих. Есть еще размер 38-39. Но я беру 36-37, потому что мне они нормально подходят. И как-то смотрятся аккуратнее. А 38-39 я в них ширкаю ногами. Потому что они мне уже великоваты. Далее у нас есть раздел для серебряных вип-консультантов. Как вы знаете. И вот эти две футболочки я там взяла. Мало ли какая фотосессия. Или кому-то что-то подарить. Это очень-очень приятные футболки. Они идут оверсайз. У них есть артикулы. Но вы их тоже так просто, к сожалению, не купите. Или если купите, то подскажите мне где. Потому что они идут действительно клевые и классные. Состав 95 хлопок. 5% эластан. Есть еще фиолетовые. Розовые, зеленые и фиолетовые. Далее новинка на моем канале. Это такой вот шарфик. Шарфик действительно классный. Я его забыла отснять вместе с основным заказом, к сожалению. Размер 180 на 90. То есть он действительно большой. Цвет бежевый с цветочным принтом. Артикул 600, 758. Называется он палантин. Ну, вы знаете, вот такой палантин, он ко всему подойдет. Он тоненький, как вы видите, да. Он просвечивает. Но ткань у него такая нежная, легкая. Прям идеальная. Не знаю, насколько он будет в стирке в носке. Тут такой вот голубой кантик. Ну, вообще, вот этот лично шарф для меня, он мне кажется универсальным. Потому что, вот видите, такая вот ткань и окаймовочка. Он подойдет подо все. Даже надеть в виде платка тоже будет очень хорошо смотреться. Прям большой, классный шарф. Будем с вами смотреть вот такие вот шарфы. Еще папе своему я заказала кофточку. Не знаю, когда я поеду в Мурэгина. Папа любит кофточки с длинным рукавом, большого размера. Я ему заказала самый большой. Посмотрим, подойдет ему или нет. Значит, вот такой вот шарф. Тоже большой. 180 на 30. Артикул 600, 756. Шарф теплый, классный, мягкий. Он не колется. У него очень такая хорошая вязка. Он с обеих сторон, как бы вы его не надели. Выглядит довольно таки симпатично. И он мягкий. Прям хорошо. Ну и второй шарфик. Он уже не так всем подойдет, как первый предыдущий. Еще и зип-замочек. Ну вот прям все дела. Да, почему не всем подойдет? Потому что тут уже, видите, расцветка синяя. 180 на 30. Артикул 600, 755. Тут уже, как бы, мужчина может сказать, фу, не хочу такой. Потому что тут полоска вот эта красная посерединке. И вот те предыдущие можно прям купить. 10 штук всем одинаково подарите. И все будут довольны, да. То есть, вот, и все, вот, отлично. А вот этот, он уже действительно на любителя. Поэтому тут надо быть осторожнее. Дальше мы будем смотреть вот такой вот легкий трикотажный джемпер. Он действительно классный. Я его уже такой заказывала папе. Разворачивать не буду. Хочется, чтобы ему прям вот так вот в упаковочке он и достался. С бирочками совсем аккуратно сложенный. Вот, что про него скажу. Легкий, классный, стопроцентный хлопок. Вот эти вот пуговки, они тут сверху расстегиваются. Идет аккуратный воротничок. Вот, и папа прошлую рубашку так бережет. Ой, говорит, это я на прием к врачу надену. Ну, папе 76 лет. Он бережет очень стильные вещи. Вот, я хочу его порадовать. Заказала вот ему такую вторую. Да хоть 10 штук закажу, но он просто больше не берет. Далее, очень хорошая новость. Лично для меня, потому что я прям подсела на эти каши супы. Супов, к сожалению, пока что нет. Но вот каша сладковая с клубникой, с артикулом 208-212. Очень-очень вкусная. Поэтому я вот заказала себе пока что 9 штучек. Надеюсь, что она появится. Как вы помните, все батончики я заказываю каким образом? Я их заказываю, чтобы их положить сразу в вазу. То есть, вот я заказала эту кучку. Распечатала, сразу скидала все в вазу. Ну и они там убывают, кто что хочет, у кого какое сегодня настроение, кто какие будет кушать. Артикулы называть не буду, потому что это уже на постоянной основе в моих заказах. Вот эти вот все полезности. Ну и, конечно, наша соль. Я ее беру сразу по 9 штучек. Мы ее вскрываем, пересыпаем нам так удобнее. Да, и просто вот солим все подряд. Готовим суп и так далее. Артикул 161-46. Ну и побежали быстренько по пустышкам. Артикулы я, как обычно, называть не буду. Буду называть только те артикулы, которые вот недавно. Новинки в пустышках буду получше рассказывать. Ни новинки не буду. Биокапсулы для посудомоечной машины. Концентрированный гель для стирки детского белья. Викуська. Для стирки белого белья. Концентрированный для деликатной, для цветного белья. Больше всех у нас идет, да. Вот еще такой вот у нас закончился. Ну, ничем не отличается этот кондиционер от другого кондиционера. Только стоит куда... Ну, на порядок дороже. Артикул 8009. Аромат, конечно, тут бомбовский. Мне очень-очень он понравился. Ну, вот вы знаете, я его не чувствую после стирки вообще абсолютно. Ольтракондиционер для белья. Вот столько много. Вот такая кучка. Для детского, для взрослого и так далее. Далее средства для стекол с антизапотевающим эффектом. Биогель для туалета закончился. Гель для мытья посуды. Средства для чистки духовок и плит. Средства для чистки металлических поверхностей. Вот, кстати, такой вот спорный момент. Кто-то его очень любит. Кто-то говорит про него очень плохо. Далее идет куча мало дезинфицирующего средства. Мы его пополам заливаем в робот-пылесос с водой. И получается, таким образом дезинфицируем дом свой. Потому что мне так спокойнее, когда в доме меньше проблем и так далее. И вот столько примерно у нас уходит. Ну, это, наверное, месяца за полтора ушло. То есть я, когда акция бывает, он вот стоит, например, там 45 рублей, 59, вот тут недавно рублей был. Я их могу взять штучек 20-30. Они мне приходят. Я уже как-то даже без него и чистый дом не представляю. Кто-то добавляет его просто в ведро, когда пол моет. Я в робот-пылесос. Дальше. Вот такое вот мыло. Это дорогущее мыло. Артикул 1703. Оно идет 350 миллилитров. В нем куча масел. Оно вот такое, знаете, тягучее, густое. Оно хорошо пенится. Возьму еще. И, скорее всего, прям даже на это мыло захотелось перейти. Ну, до чего классное мыло. Ну, конечно, оно дороговато. Но, с другой стороны, прям рекомендую. Хотя бы разок попробуйте. И вы поймете, почему оно столько стоит. Мой любимый гель для интимной гигиены. Викуськин гель для интимной гигиены. Мыло для рук. Для рук. Очень не понравился, кстати, вот этот вот бальзам. Он ничего не делает с моей головой. Это бальзам от BSC. Артикул, к сожалению, стерся. Поэтому я его не называю. Ну, и не хочу называть. И не рекомендую. Вот именно этот бальзам ничего не делает с моей головой. Очень понравился сухой шампунь Volume Best Style. Артикул 2702. Отлично для объема. Очень хорошо приподнимает корневой волос. Где-то в дороге, да. У меня как поездка. Так вот, да, и заканчивается сухой шампунь. Дома я им не особо часто пользуюсь. Ну, вот, например, нанесу крем на лицо. Где-то волос задину. Могу им спрыснуть. Если голова чистая и мыть, я ее не планировала. Да, ну, вот таким образом. Далее, санитайзеры BSC. Очень понравились. Пудра для интимной гигиены. Артикул 2302. Не понравилось. Никакого запаха. Она не пенится. Непонятно, промыл, не промыл. Чисто, не чисто. Вообще, как-то вот. Я не понимаю вот такие вещи. И пудра для интимной гигиены мне непонятны. Далее, вот такое мыло. Это тоже первый раз. У меня в пустышках очень понравилось. Возьму еще. Крутое мыло. Хорошо пенится. Не сушит кожу рук. Ну, вообще, в общем, супер. Вот такое мыло у нас еще закончилось. Бим баловалась Викусия. Очень быстро она его избаловала. Артикул 2691. Ну, знаете, тоже мыло, как мыло. Хорошенькое такое. Закончилась куча дневных, ночных, ежедневок. Но я их уже что-то не стала в пустышки собирать. Потому что они у меня в каждых пустышках. Ага, вот это новейшая пустышка. Это идет у нас бальзам интенсивное укрепление волос. Для всех типов волос. Он укрепляет плотно волос. Предупреждает ломкость и появление секущихся кончиков. Артикул 1899. Возвращает жизненную силу ослабленным волосам. Насыщает питательными веществами. Укрепляет волосы от корней до кончиков. Мне очень понравилась эта линейка. Действительно, она работает. Работает хорошо. Волосы рассыпчатые. Не сосульками. Не пушатся. В общем, все в меру. Все великолепно. Это шампунь, укрепляющий для всех типов волос. Но он идет из линейки Арису. Ну, тоже понравился. Хороший шампунь. Никакого раздражения нет. Тут содержится масло Камелии. Богатая витаминами, жирными кислотами. Которые укрепляют плотно волосы. И придает им силу. Тоже отличная новинка. 7926. 250 Малэ. Серия не дешевая. Тоже нормально. Так понравился. Далее. Вот это новинка серии Лотос. Спорная штучка. Артикул 7925. Честно сказать, вот этот вот, какая-то все-таки после мытья головы присутствует тяжесть. У меня густые, тонкие волосы. Плюс я еще сделала наращивание. Таких же, да, густых и тонких волос стало вообще много. Он хорошо промывает. Он все хорошо делает. Но вот знаете, волосы какие-то после него эластичные, ухоженные. Да, ухоженные. Но они какие-то тяжелые. И уже на следующий день как будто бы грязные. Может я его плохо смываю или что, я не знаю. Но вот этот Лотос как-то вот не знаю. Написано, что он восстанавливающий. Да. Если прям сильные проблемы. Особенно у кого вот сильно прям секущиеся кончики махарящие. Может быть он и будет восстанавливать. Но мне нет. Мне слишком тяжело. Далее, значит, вот такой вот бальзам. Что не понравилось? Нету ничего на русском языке. Блин, ну ребят, вы продаете в России. Вообще ничего нет на русском языке. Так не должно быть. Это неприятно. Почему? Потому что ну неудобно читать этикетку. Что это? Для чего это? Вот. Но на самом деле это шикарный, недорогой бальзам для всех типов волос. Артикул 0194. Который делает волосы блестящими. Такими, знаете, объемными, легкими. Очень-очень приятными. Вот. И вообще эта линейка мне очень зашла. Еще вот такой запах морожки. Наносится легко, смывается отлично. Три минуты его надо держать на голове. В общем, советую. Я думаю, вам очень понравится. Дальше, значит, бальзам двойное питание с аминокислотами. Вот вы знаете, мы же люди, да, и пьем, и едим. И едим мы разную еду, да. То есть получается где-то мяско, где-то зелень, где-то крупы и так далее. Я считаю, что если мы будем пользоваться одним и тем же бальзамом, одной и той же маской, то чего-то волосам будет не хватать, они все равно будут ломаться. Так вот, я постоянно заказываю разные маски. И я могу вам сказать, что в тандеме, когда одна закончилась, берешь другую, другая закончилась, берешь третью. С одной стороны, и хорошо, что я пробую весь вот этот вот ассортимент, да. С другой стороны, перепрыгивая с одного на другое, я как-то всесторонне считаю, что подпитываю свои волосы. Значит, артикул 77-82, бальзам двойное питание с аминокислотами. Я не помню, был ли он у меня до этого раньше в пустых баночках, но он мне тоже очень понравился. Значит, что он делает? Укрепление питания, защита от низких температур, пересушивание, сила блеск волос. То есть он идет чисто зимний. Далее маска бальзам, питание и восстановление. Я пользуюсь ей постоянно. Тут она была со скидкой когда-то, я не помню, когда, и я заказала ее штук 10, наверное. Артикул 27-32, очень понравилась. Она идет в составе с ланолином. Это уникальный природный воск, получаемый из шерсти овец. Он удерживает влагу в структуре волоса, предотвращая пересушивание, восстанавливая барьерные слои. Я очень много делаю причесок, очень часто жгу волосы, поэтому, конечно, различные бальзамы для меня это находка. Чем вот этот бальзам понравился? Вот вы знаете, шампунь Love, он прям такой крепучка что ли, да, он очень хорошо промывает волосы. Вот этот вот семейный большой, он нам нравится. Вот этот бальзам как раз к тому шампуню, он чересчур питательный, питательный. Вот, например, если вот после этого питательного шампуня вы нанесете еще вот такой вот супер плотный питательный маску для волос, у вас волосы просто на следующий день уже как будто бы будут смотреться, как будто бы, знаете, такие грязноватые, да, из-за того, что они перепитаны всем. Вот, поэтому, конечно, смотря с чем. Но понравилась, очень понравилась эта маска, питает на ура. Дальше, тоже новинка в моих пустышках, артикул 1508, это гель для умывания для проблемной кожи. Да, действительно, хорошо умывает, мою кожу стягивает слегка, но у меня бывают дни, когда надо умываться, поэтому он у меня несколько месяцев пробовал, потому что я ему умываюсь несколько только дней в месяце, подсушивает все. Мне понравилось, могу порекомендовать вот эту штучку. А, кстати, аромат, вот я прям забыла. Аромат тут, кстати, приятный. Детский крем у меня постоянно уже в пустышках. Кианум редко, но очень-очень его люблю. 0944. Доктор Кор. Увлажняющий ли полосен для тела. Это у меня впервые. Вы знаете, закажу еще. Отлично питает, не оставляет липкости. Действительно супер. Артикул 0582. Особенно он идет для сухой кожи. И я вам могу сказать, что после скраба он прямо на ура съедается, впитывается. С одной стороны, он наносится как мазь, но с другой стороны, эта мазь как-то вот исчезает на коже. И вот как крем и беси, кстати. И очень прикольно. Далее, старая версия экспертовского скраба. Я сейчас буду переходить на новую. Вот такая маска, морожка. Это тоже новинка в моих пустышках. Артикул 0197. Очень нравится. И закажу еще. Прям вообще, вот прям по всем параметрам нравится. Вкус, цвет, запах, консистенция. Как наносится. То, что она не течет. То, что она действительно хорошо питает волосы. То, что она легко смывается. В общем, идеальная штука. Молочко увлажняющее. Это у меня пользовалась тем свекровь. Она прям так и сказала. Я с этого молочка кайфую. Отлично впитывается. На ночь легко нанести. И вообще здорово. 8385 артикул. А крем-суфле для тела тоже свекровь пользовалась. Тоже очень понравилась. Но это уже не новинка. Вот это вот масло для тела тоже очень понравилось. Дальше, значит, тонизирующий крем для ног. Венатоника я и мама пользуемся. Действительно хорошо помогает. Но это не лечебное. Это просто вот снять симптомы. Вообще великолепно. Далее. Это хэппи хэнс. Крем увлажняющий для рук. Достойно увлажняет. Не оставляет липкий слой. Можно даже нанести на ночь и забыть. И все хорошо. 25-11 артикул. Вот прям закажу еще. Отличный аромат. Все отлично. Это крем из какого-то набора. Питание, смягчение. По-моему, он мне понравился. Но вы его так просто не возьмете отдельно. Это детская зубная паста. 51-12. Это новинка. Кстати, нормально. Нормально. У Вики чувствительность не обострилась. Аппетит не ухудшился. Все хорошо. Зубки чистит. С удовольствием не отказывается. С мышкой разговаривает. Что-то там фантазирует она с этой картинкой. Вот именно эта мышка ей почему-то очень понравилась. Вот такая новинка. 14-11. Крем для лица интенсив. Он ежедневно ухаживает. Предлагает ультразащитную и восстанавливающую формулу. Ценные масла плодов шиповника. Органы. Хорошие такие компоненты. Что в нем не понравилось мне лично. То, что у него неприятный аромат. Хотя он хорошо впитывается. У него все великолепно. Все замечательно. Но вот этот вот аромат горький. Как будто, вы знаете, отдаленно какие-то жженые шины. Не годится для крема с такой ценовой категорией, высокой. Я вообще не хотела им пользоваться. Потому что этот запах долго держится на лице. У меня его забрала свекровь. И сказала, давай я попробую. И вот, когда вот моя, да, мама, которая в Мурыгина, она вот не стала бы таким кремом пользоваться. Потому что реально запах сильный очень. У меня пропало желание второй раз его заказывать. Хотя мама сказала, что он ей понравился. Ничего так. Действие хорошее. Где-то что-то подтягивается. Где-то что-то не подтягивается, да, на какие-то морщины он. Ну, у нее уже идет мощное провисание. Потому что 64 года, да. Что ей понравилось? Она говорит, щечки разгладились, а брыли не ушли. Я говорю, мам, брыли это уже фейс фитнес. Потому что крем, он разглаживает только кожу. Он не может подтянуть мышцы. Ни один крем мышцы не подтянет, к сожалению. Малафтелин. Ох, какой он красавчик. Брала его с собой, кстати, в поездку. Хорошо справляется со всем. И с ожогами вперемешку, да, с кислородным бальзамом. Вот я его пользовалась. В общем, и от укусов комаров. В общем, все-все-все. Вот этот крем ночной мамин. Вот это ее любимчик. Она его любит. Далее. Активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Израсходовала мама. Артикул 1238. Отличный крем. Отличный крем. Ей нравится. Дальше тоники для лица пошли. Мицеллярная вода. Туши. Высохли туши. Спортен пляж. Их уже давно даже в продаже нет. Они открыты точно больше полутора лет назад. Вот выкидываю, потому что уже перестали красить. Далее маркеры. Тоже просто уже вышел срок. Но они как красили, так и красят хорошо. Но я решила не рисковать. Очень хочу похвалить вот этот вот в очередной раз пептид комплекс концентрат для лица. Обязательно коралловый кальций. Хлореллу, спирулину. Мы вот целую пачку выпили тут с мужем. 157-57. Ну здоровье оно либо есть, либо его нет. Поэтому вот витамины сложно судить. Если ты все время на витаминах, то конечно у меня получался такой момент, что ну вроде бы я меньше стала болеть намного. Вроде бы у меня меньше стало проблем намного. Но одни витамины от какого-то изъяна, болезни, они не помогут. Нужно обязательно ходить и пить. Пить и ходить. Заниматься спортом немножечко. Хотя бы делать легкую гимнастику. Хотя бы. То есть и тогда конечно в тандеме все будет отлично. А если человек думает, что он выпьет пачку витамин и будет супер здоров. Нет. Он не будет супер здоров. Да, ему будет лучше, если он угадал с витаминами. Но тоже, вот я недавно слушала, мы все люди и мы не знаем, что у нас внутри организма. И вот она сказала, что если есть глистные инвазии, то витамины пить бесполезно. Их будете кушать не вы. То есть я так об этом задумалась и как раз таки мы сейчас всей семьей пропиваем антигельм. Еще пустых баночек нет, но мы его уже начали этот антигельм пить. Потому что сначала надо все-таки для восстановления здоровья это пропить антигельм пару месяцев, потом пропить гепатофорта. И единственное, что можно пить, если вы не знаете, что у вас там есть, какая живность или нет ее, или вообще тема ужасная, конечно, но я не могу вам не сказать то, что мне рассказал врач. Тогда, значит, лучше пить просто полиненасыщенные жирные кислоты. Это, допустим, Д3, это омега-3, 6,9 или омега-3, 4. Оно сработает в любом случае, да. Так, значит, очищение утра. Любим всей семьей и пьем. Он, кстати, вкусный. Очищение вечер. Если утром это, то вечером это. Далее, энергетический тонизирующий травяной сбой. Он очень похож на каркаде. Очень мне нравится. Кисленький, вкусненький. Ну, как вы видите, две штучки. Далее, имбирный напиток. Имбирь, мед, лимон, шиповник. Это очень любит пиццы кровь. Далее, Доброген Актив. Тоже очень любит пиццы кровь. Я себя ругаю. Я хочу пропить этот Доброген, но никак не начну. Чаев было много, потому что у нас много кто пьет чаи. Также приходят гости. Две хозяюшки по дому. Я, муж, папа, бабушка, дедушка. В общем, много кого, да. Но сюда мы мало поставили, потому что то ворвется коробочка, то забудем, выкинем или еще что-то. Но то, что пьем больше, все-таки пробилось в пустышке, да. Как вы видите, клубника лаль с кревером и фисташковый с ромашкой. Далее, перлота с грибами. Больше не закажу. Острое. Рис по-сицилийски. Слишком много специи. Я вообще перестала заказывать продукты Мечаев и Моликлаб, потому что я не понимаю, зачем до такой степени много специй. Я не могу столько специй кушать. Я не могу. Мне просто с них плохо уже, с этих специй. Кашки мультизлаковые с яблоком и фундуком. Это моя любовь. Заказываю по 9, по 10, по 15 пачек, потому что у нас семья большая. Далее, батончики. Вот такая вот куча разношерстных различных батончиков. Да, пост снял, пост принял. Далее, соусы и майонезы. Ну, как вы видите, больше всего любят, конечно же, оливковый майонез. Но он оливками не особо-то и пахнет. И кетчуп классический. И шашлычный вот один закончился. Да, вот такая вот кучка мала. Ну и побежали дальше. Как обычно, Энзи Повар. Живица, 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 живица. К2, Д3. Скоро уже закончим его пить. Пить нужно там 3 месяца или сколько. Мы еще пьем, ну вот когда БСС. Вот я заказала первую баночку, попила. Омега-3, 6, 9. Вот сейчас мы ее допьем. Сколько, да? Я уже перейду на Омегу Форте. Ну вот пока у нас в запасниках много 3, 6, 9. Бывают такие моменты, когда кому-то нужна какая-то помощь. Я им говорю, ну давай я под тобой там сделаю 100 баллов. Я вот сделала Омега-3, 6, 9, 100 баллов. Да и то их мало, да? Потому что когда все семьи пьешь. У меня тут муж, мужу поставили ковид положительно. И он пил К2, Д3 по 4 штучки в день, да? Поэтому очень быстро ушла упаковка. И пил Омега-3, 6, 9 по 2 штучки 3 раза в день, да? То есть и прямо мгновенно вжих, 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 вжих. Если пить по 2 штучки 3 раза в день, а тут 60 капсул. Вот считайте, насколько хватает. Не чай Family Club, соль. Но соли, понятно, больше ушло намного. Стевия, мы с мамой вдвоем только ее пьем. Больше ее никто не признает. Надеюсь, что Фоберлик сделает нам полезный сахарзан. Кофе, добрый день. Тоже подписчики мои на ютубе поделились на 2 части. Кому-то этот кофе, фу, у кого-то вкуснятина. В общем, непонятно. Но я пью кофе с удовольствием. Шоколад молочный без сахара. Сама балуюсь, дочка кушает. Я не могу жить без сладкого. Шоколад молочный с фундуком и клубникой. Все реже и реже начали заказывать. Потому что вот этот шоколад, пусть он с разными наполнителями, но он абсолютно одинаковый. Есть темный, есть молочный. И как-то вот устали мы от него уже. Викины шоколадки. Раз, два, три, четыре, пять. И вот гости приходили. Из-за ковида мало гостей было. Да, напасть такая зараза. Будьте все здоровы, пейте витамины, чтобы никаких осложнений у вас не было, чтобы вы быстрее выздоравливали. Вот у меня подруга, она не любит сетевые компании, не любит покупать витамины в сетевых компаниях. Я вот, например, не люблю покупать витамины в аптеках, потому что знаешь, что там все синтезировано. И вот вы знаете, она зато на iHerb заказывает. То есть где-нибудь все равно надо витамины заказать и пить. Вот где вы доверяете, там заказывайте, там пейте, но пейте Бога ради обязательно. Это очень важно. Ну и, конечно, пока мы ездили, мои родные начали копить то, что съела Алиска. Но я им сказала, просто коробочки мне ставьте, если коробочка закончилась. Ну что могу вам сказать? Значит, корм для кастрированных кошек у меня кошка ест, но сильнейший голодухий ест, ей он не нравится. Вот этот корм у нее идет на четверочку, а вот этот с удовольствием. Когда мы переходили с одного корма на другой, вот на этот, да, ну где-то пару недель было какое-то колебание, что ты даешь мне не то, к чему я привыкла. Я привыкла вот к тому корму, ты мне даешь другой би-би-би-фу-фу-фу. Но потом как-то вот этот с говядиной она начала кушать, я ей больше с говядиной давала. И когда она привыкла уже к корму с говядиной, да, я ей начала давать эти, и эти тоже в ход пошли. Единственный у нее нелюбимый, это вот для кастрированных кошечек. А, нет, это обычный, да, лакомая индейка. Вот тот она как-то вот большим таким неудовольствием ест. Она вылизывает вокруг кусочков вот эту жижу, и все, и точка. То есть она не ест, к сожалению, вот эти кусочки самого. Она только вокруг полежит, полежит. Они у нее засохнут, она придет опять мяу, типа чего-то такое. У нее, конечно, характер, дай бог, но my love, любез френдс, приучена. Девочка у меня умница, красавица, хорошая мне девчонка. Сейчас вот кушает. Вот, значит, точная говядина. Я ей сразу заказываю упаковку 24 штуки. Артикул 16208, тут 24 штуки по 85 грамм. То есть 2 килограмма 40 грамм. Да, вот такая вот кучка. Ну все, это была Конова Аня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет приятно, вам не сложно. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok